всем привет дорогие друзья продолжаем наши ролики видео помнится мне неделю назад я как-то отвечал на вопросы связанные с благополучием то есть каким образом улучшается судьба каким образом приходят деньги каким образом мы можем обрести более комфортные возможности для нашего существования в этом материальном мире и сегодня я отвечу на этот вопрос поскольку тогда мы коснулись этой темы и я ответил но сегодня опять-таки на основе священного писания мы разберем цитаты я буду зачитывать чтобы у нас сложилось понимание каким образом работает возможность улучшения своей судьбы на данном примере мы также сможем отследить принцип работы закона кармы то есть на самом деле все то благополучие которое у нас есть мы его создаем сами но в прошлых жизнях то есть то что у нас есть в этой жизни она уже дано его как бы не прибавить не убавить все что дано по судьбе это тяжело уже исправить но если вы не йог мистик и вас нет мистических каких-то способностей исправить практически невозможно но в любом случае мы сможем создать более возможно благоприятные условия для нашего существования более больше возможностей для нашего развития и сможем улучшить свою следующую жизнь но здесь опять-таки еще раз хочу сказать здесь важно понимание как работает закон кармы каким образом какие поступки к чему приводят вот на примере данном а здесь описывается какой поступок совершается к чему он ведет что нужно сделать и чего нужно избавиться чего нужно не делать наоборот но все это связано с практикой пожертвований да то есть каким образом стать каким-то не небольшим божеством на небесах либо обрести благополучие либо стать известным великим человеком каким все это образом можно сделать посредством духовной практики и скажу дальше даже больше от себя что на самом деле исправить свою судьбу можно только лишь с помощью духовной практики все способы которые нам известны да и иногда мы можем думать что вот можно на работу устроиться попробовать там успех какой-то реализовать но на самом деле даже эти возможности это то что мы заработали уже в прошлом понимаете и уже да уже даже выше тех возможностей которые здесь есть у нас сейчас выше уже не прыгнуть существуют термины такие как или существует такое понимание как не чистые деньги неправедные деньги эти деньги на самом деле несут неблагоприятные последствия тяжелую карму и впоследствии это может привести только к жестким страданиям тяжелым страданиям их можно также реализовать своей жизни но впоследствии придется за это платить мы говорим о чистых деньгах а тех деньгах которые я вот знаете в традиции христианства есть один термин мамона да то есть деньги дух денег или что-то такое вот типа нельзя служить богу и мамоне но в традиции индуизма есть разделение есть деньги чисто есть деньги нечистые и деньги чистые на самом деле когда они пришли к человеку праведным образом они не мешают развиваться и не отвлекают человека то есть любые деньги любая энергия несет свое влияние свое воздействие деньги пришедшие неправедным путем они могут ухудшить судьбу и привести к деградации деньги которые приходят праведным путем они способствуют развитию человека и они не мешают вообще но это для сравнения рассказываю и так давайте я зачитаю мы немножко разберем термины на самом деле очень их много и они некоторые сложные я буду по возможности комментировать по крайней мере самые важные элементы я буду объяснять своими словами уверен разберемся в общем погнали глава 30 это также цитата часть главы дэви пхагавата пурана писание которое посвящено именно божественной матери форма богини дурги и так далее продолжаем савитри сказала благодаря каким действиям на небеса и иные миры идут о яма яма это бог смерти ямараджа и богиня савитри общается с ямой яма дает ответ одно из его имен тхармараджа он здесь так и упоминается здесь вот следующая фраза идет тхармараджа сказал здесь я еще не дочитал до этого добродетельные люди об этом ты мне рассказать должен то есть в какие миры идут люди добродетельные речи идет о тех людях которые следуют духовной традиции и занимаются практикой пожертвований да то есть всевозможное пожертвование начиная от денег заканчивая своим собственным физическим трудом либо жертвование одежды пищи до чего угодно здесь многие элементы приводятся в качестве примера тхармараджа сказал кто угощает пищей брахмана в бхарате тот величается в мире шивы столько лет сколько этой пищи еще раз хочу напомнить смотрите дорогие друзья почему здесь идет упоминание бхараты да то есть бхарата варш это древнее название индии да потому что сама структура индия индии и энергетика индии такова что она увеличивает все поступки в несколько раз точно так же и как и греховную деятельность греховная деятельность также увеличивается в несколько раз это мы обсудим дальше само благословение индии оно таково что но там очень быстро можно стать святым просто живя там соблюдая правила и так далее и в индии действительно очень много святых причем в разных традициях не то что там какой-то одной традиции нет и в шиваицкой и в шахтистской и вайшнавской традиции традиции гонопатии очень много святых очень много праведных душ очень много чудес происходит мистики и всякой магии просто очень много ну да если вы знаете где искать и как искать если вы не приехали просто поглазеть в индию тогда вы сможете найти очень интересные тайны вот и так далее давайте дальше кто угощает пищи брахмана в бхарате пищей брахмана брахман это представитель высшего сословия то есть высшей касты ну или же по нашему просто священнослужителей если кормить священнослужителей независимо от того это люди которые следуют пути аскезы люди которые совершают служение в храме люди которые придерживаются какие-то предписаний связанных с жизнью в ашраме не зависит то есть направлении много но все они достойны уважения и почтения так вот когда мы кормим когда мы кормим и даем еду таким людям мы получаем особое благословение именно поэтому считается что служение высшей касте она дает благословение всему обществу именно поэтому в наставлениях физических говорится что низшие касты должны служить более возвышенным высшим кастом поскольку подобное служение она дает возможность человеку развиваться и совершенствоваться то есть когда мы служим тем кто нас превосходит мы пропитываемся качествами этих душ и таким образом мы впоследствии сами развиваемся и совершенствуемся в этом принцип служи тому кто тебя превосходит и ты достигнешь его уровня вот так вот если мы служим тем кто ниже нас то мы будем деградировать следующее здесь сказано сколько этой пищи то есть другими словами здесь подчеркивается что чем больше будешь кормить священнослужителей брахманов дать то тем больше благословений получишь все зависит от количества но этот принцип работает относительно количества угощение пищи есть великий дар и кто угощает людей других варн других других каст тот величается в мире шивы столько лет сколько этой пищи то есть опять таки принцип того что нужно кормить кормить как можно больше по большому счету даже независимо от варм пошу потому что здесь говорится других варм тот величается в мире шивы столько лет сколько этой пищи нет и не было и не будет пожертвования лучше чем пища и не важно делается ли она достойному человеку или нет и не имеют значение предписание времени то есть время обстоятельства условия человек падший не падший хорошие святой неважно если только ты кормишь его едой это считается одно из самых благих деяний то есть кормить нужно и мы с друзьями когда ездили в индию очень часто посещают тот или иной храм или же какой-то ашрам кормят везде везде раздают маха прасад везде раздают еду везде раздают всевозможные сладости это правило в индии кормят всех везде следующая если кто преподносит богам либо брахманам сидение богам подразумевается божествам божествам имеется ввиду в храме в ашраме в святом месте вместе силы или же брахманом чаще всего в таких местах на брахманами брахманы выполняют практики служения и они именуются как пуджари но это по сути это та же самая каста брахманов просто она выполняет определенные функции но и та же самая каста брахманов может выполнять другие функции допустим существуют ведические университеты и там юношей девушек подростков брахманы им они дают знания это тоже представители высших каст и поэтому считается что учителя ну то есть они выполняют роль учителя считается что учителя является представителями также высших каст но при условии если даются ведические знания те знания которые дают учителя у нас школе они не совсем не совсем ведические и такой человек не является представителем касты брахманов просто является скажем так представителем другой касты которая занимается совершенно другими делами но здесь важно учитывать то есть в писаниях говорится что И люди, которые лечат людей, то есть врачи, и люди, которые учат людей, то есть учителя, они являются представителями высшей касты. Но при условии, если врачи дают знания, связанные с аюрведой, а эта аюрведа должна быть основана на ведических знаниях, а учителя дают ведические знания, и эти ведические знания имеют возможность быть применимы в нашей жизни. Далее. Здесь также говорится «сидение». Если кто преподносит богам или брахманам – сидение. Но другими словами, создает условия для божеств, либо для священнослужителей, и дает возможные условия для существования. То есть сидение – это само по себе место, на котором должен размещаться, допустим, духовный учитель, гуру, либо же божество, но такое место в храме называется как трон. То есть заниматься украшением тронов, украшением каких-то таких вот ритуальных мест – это дает очень большое благословение. Тут пишется «тот величается в мире вишну на протяжении 10 тысяч лет». Вот представьте себе, несколько поступков совершили, пару раз там сходили на гору к Венкатешваре, пожертвовали какие-то денежки на то, чтобы были преподнесены какие-то украшения божеству и так далее, и все. И мы на 10 тысяч лет каким-то божеством в одном из небес будем там, в общем, кайфовать и все такое. То есть он как бы довольно просто, я объясняю, но так и есть. То есть учитывая то, что это святое место, это святое божество, святая каста, правильная практика подношения и все. И благословение таким образом начинает работать на нас, и наша судьба увеличивается в продолжительности жизни, развивается, совершенствуется и так далее. Кто жалует... Дальше, еще раз, извиняюсь, вернемся. Кто жалует Брахману, божественную корову, дающую молоко, тот величается в мире вишну столько лет, сколько волосов на теле самой коровы. Ну, понятно, что волосков очень много, и божественная корова, имеется в виду, там существуют особые признаки на теле коровы, она должна быть чистой, у нее должно быть хорошее молоко, она должна быть без изъянов, причем жертвовать нужно в благоприятный день, во время празднеств. Можно и без празднеств, но в празднества там еще и плюс практики выполняются специальные. Дальше. Ну, то есть, это очень большой знак, большое благословение. Если корова преподносится в дар в благоприятный день, то заслуга больше в четыре раза. Если в тиртхе, то в сто раз. Запомните, друзья, запомните. Если подношение совершается не только здесь, о корове идет речь, вообще, в принципе. Если мы делаем подношение в благоприятный день, допустим, это праздник Джанмаштами, день рождения Кришны. Если мы в благоприятный день совершаем благое деяние, если еще этот день, ну, Джанмаштами, оно высчитывается в зависимости от лунного календаря, поэтому это в любом случае благоприятный день. Но если этот праздник еще и соблюдать в святом месте, а здесь сказано тиртха. Тиртха – это место силы по-нашему. То есть, тиртхи бывают связаны с проявлениями Божественной Матери, Шакти, либо с проявлениями Нараяны или же его аватаров, либо Шивы, Лиганеши и так далее. Это все тиртхи. И если подношение совершается в тиртхе, в святом месте, ну, допустим, на горе богини Дурги, на горе Тирумала у Венкотешвары, то такой поступок увеличивается в 100 раз. Вот мы привезли там, пожертвовали там 100 долларов, а эта сумма увеличилась в 100 раз. И получается, мы там не 100 долларов пожертвовали, а сколько, посчитайте. А если приехать 2, 3, 5, 10, если мы каждый день ходим, представляете, как увеличивают места силы, само благословение и саму практику пожертвования. Дальше. А если в месте паломничества к шетре, где почитается Нараяна, то заслуга возрастает в 10 миллионов раз. Ну, это на самом деле, да, это еще больший секрет. В традиции индуизма считается, что Нараяна – высшее божество. Ну, то есть, все ведические писания являются его проявлением. Веды – это аватар, аватар Нараяны. Если мы совершаем пожертвование в благоприятный день в кшетре, кшетра, которое связано, вместо силы, которое связано с каким-то божеством, то есть, считайте, 4 раза увеличилось раз, плюс кшетра еще на 100, то есть, здесь увеличилось в 4 раза, все это увеличивается еще на 100 раз, в 400 раз. А дальше мы что читаем? Секундочку найду, дословно дочитаю, прочитаю. А где почитается Нараяна, то есть, высшая форма Господа, то заслуга возрастает 10 миллионов раз. Вот она та священная корова, которая исполняет желание, понимаете? То есть, именно таким образом очень быстро можно изменить судьбу, получая благословение. Поэтому, и на самом деле это очень легкий путь. То есть, тебе не надо аскезу совершать, тебе не надо какие-то трудные подвиги выполнять. Нет, пожалуйста, проедься по 10, 15, 20 святым местам, соверши какие-то подношения, поклонения, испробуй просад, и все, ты получил благословение. Продолжай свою духовную практику, благословение само тебя вытащит на путь духовного развития. А здесь говорится, что 10 миллионов раз увеличивается пожертвование. Следующее. Кто с преданностью отдает в дар Брахману корову на протяжении 10 тысяч лет, в мире Луны тот увеличается. Это связано с тем, что, ну, по сути, как бы есть лунные, солнечные миры, и все эти миры, они несут особые свои милости. И, конечно же, символы духовного развития, они связаны, или же символы пожертвований, связаны с священной коровой. То есть, это считается высшим подношением. Дело в том, что в традиции индуизма измерения в золоте не существует. Золото само по себе нечистый продукт, или нечистый металл, и, ну, по крайней мере, в Кали-Югу. Золото в предыдущей эпохе, оно несло в себе благословение. То есть, оно было чистым элементом, оно было связано с солнцем. Но в Кали-Югу считается, что золото является источником нечистой силы, дьявольских энергий. Золото связано непосредственно с демоном, который управляет Кали-Югой, то есть, демоном Кали. Вот, поэтому расчет в золоте не используется. И лишь последняя невежда описывает свое благополучие, а у нас это на самом деле в порядке вещей, что мы даже, знаете, вот измеряем величие человека в наличии его, в наличии у него какой-то суммы денег. Да, то есть, тот миллионер, тот миллиардер, у того там в списке Forbes такое место, у этого такое место, этот круче, этот меньше, у этого завода, у этого два завода и так далее. То есть, понимаете, насколько примитивное мышление. Мы даже не понимаем, что мы делаем. То есть, мы измеряем в нечистых элементах. Это является указанием на то, что мы подбираем те элементы, которые соответствуют состоянию нашего ума. А если мы измеряем в золоте, то наш ум, в первую очередь, в Кали-Югу находится в таком же состоянии. Хотя в древности все измерялись в священных коровах. Следующее. Кто жалует Брахману корову с двумя мордами? Интересная фраза «корова с двумя мордами» переводится или звучит как «упхая мукхи». Но на самом деле ответ весьма прост. Кто жалует Брахману корову с двумя мордами, подразумевается, кто жертвует беременную корову. Или корову, которая находится в тельном состоянии, то есть носит теленка. Тот величается в мире Вишну столько лет, сколько волосков на теле этой коровы. Кто преподносит Брахману прекрасный белый зонт, это символ чистоты поступков и символ духовной святости. В традиции индуизма всегда над божествами всегда находится зонт. И всегда само божество должно находиться в храме, потому что сам храм является неким зонтом, символом святости. И здесь говорится, что кто преподносит Брахману прекрасный белый зонт, десять тысяч лет наслаждается в обители Варуны. Варуна – это бог ветра. Кто дарит одолеваемому недугами Брахману пару одежд, тот величается в мире Ваю. А нет, извиняюсь, в прошлый раз я сказал Варуна. Варуна – это бог воды. А здесь сказано в мире Ваю. Ваю – это ветер. В мире Ваю, в мире бога ветра десять тысяч лет. С каждым элементом, с каждым божеством, которые существуют в этом материальном мире, агни, допустим, это бог огня, у них существуют свои миры. И вот так просто можно получить благословение, и на такое большое количество лет можно переселиться в какой-то высший духовный мир, там очень много жить, наслаждаясь при этом. Следующее. Кто жалует Брахману шелограмму с одеждой, величается в Вайкунтхе, пока светят солнце и луна. Это особое благословение. На самом деле шелограмма – это образ Шри Нарайана, то есть это по сути божество. Понимаете? И шелограмма – это просто камень, который находится в священной реке рядом с Непалом. И когда, допустим, человек находит эту шелограмму Шиву, и одежда, одежда имеется в виду, поскольку это божество, этот камень является формой божества, то обязательно божеству нужно еще и одежду дать, плюс еще трон, то есть желательно все то, что необходимо для служения и так далее. И когда совершается такое подношение Брахману, представителю высшей касты, это считается особым символом благословения. Если Брахман принимает, по сути он обязан принять, потому что это божество, и если божество его выбирает, для него идет благословение, то такой человек, смотрите, здесь сказано, величается в Вайкунхе, пока светят солнце и луна, то есть на протяжении всей кальпы. Солнце и луна, существует одну кальпу, потом все это разрушается, опять он проявляется, ну и потом все равно идет прекрасное рождение. Кто дарует Брахману божественное прекрасное ложе, ну имеется в виду кровать или трон, увеличается в мире Чандры, бога луны, пока светят солнце и луна. Представляете, каким величием обладает каста священников, священнослужителей, каста брахманов. Не описать, просто не описать. Поэтому кастовая система выстроена, еще раз подчеркиваю, таким образом, что низшие касты должны служить высшим, все более высшим. И таким образом, брахманы совершенствуют мир, а люди, служа брахманам, совершенствуют себя, развиваются. Ну плюс еще служение божествам. Еще один дополнительный плюс. Следующее. Кто преподносит светильник богам и брахманам, то есть жертвует в храм светильник, или же жертвует в пуджаре, на протяжении манвантары. Манвантара, по-моему, она состоит из очень большого количества кальп. В мире вахни величается. Я даже не знаю, что такое мир вахни, надо будет посмотреть. Ну извините, не все термины я даже знаю. Если кто в Бхарате, опять дается упоминание, указание на то, что именно в Бхарате эти правила работают. То есть, если мы будем делать все то же самое в других странах, в других святых местах, не связанных с Индией, это не будет работать. Если кто в Бхарате дарит брахману слона, тот человек делит престол с Индрой на протяжении срока жизни Индры. Но срок жизни Индры очень большой. Я не помню сколько, конечно же, не столько, сколько у Брахмана, но это очень большой период. И этот период, на самом деле, этот мир, в который крайне благоприятно перерождаться тем людям, которые хотят наслаждать свои чувства. Миры Индры, Индра правит этим материальным миром, этим материальным миром. То есть, все, что находится в материальном мире, все находится в руках у Индры. И, естественно, если мы хотим получить подобное благословение и стать самим Индрой, здесь говорится, делит престол. Но на самом деле там происходит немножко по-другому. Индра, он существует очень долго, то есть, несколько миллионов лет, для примера. Но когда его время правления приходит к концу, он уходит, душа уходит, и на его место приходит другая душа, и она также исполняет роль Индры. Также на протяжении там несколько десятков миллионов лет. Потом его заслуга исчерпывается, он покидает этот мир, переходит в другой мир, приходит следующая душа, и таким образом происходит миграция души. «Если кто в Бхарате дарит Брахману коня, тот наслаждается в царстве воруны, пока сменяют друг друга 14 индр». Воруна – это бог воды. Опять-таки, мы уже рассматривали, я уже это объяснил. Существуют миры, связанные с богами, покровительствующими элементу земли, элементы огня, воды, ветра, пространства и так далее. «Кто жалует Брахману большой паланкин?» Знаем, да, что такое паланкин? Это такая, ну, типа карета, только паланкин носят люди, на плечи кладут, и переносят таким образом Брахмана, допустим. Уважаемого Брахмана. Здесь подразумевается, что эти Брахманы действительно олицетворение святости. То есть, они живут в соответствии с ведами, и в соответствии с наставлениями вед они достойны уважения и почитания. Естественно, такие Брахманы – это уровень гуру. Каста Брахмана, она может проявляться в очень разных направлениях, разных состояниях, качествах. То есть, они являются священниками при храмах, многие из них являются гуру в ашрамах и так далее. Кто дарит Брахману обширный сад, тут увеличается в царстве Вайю, бога ветра, на протяжении Манвантары. Это, кстати, очень большой период. Кто дарит Брахману Манвантара, я уже сказал, она состоит, не помню точно, но там что-то около миллиона четырехсот тысяч кальп. А одна кальпа состоит из четырех эпох. Сатья-юга, Два-пара-юга, Трета-юга и наша Каль-юга. Представляете, какой-то период. Кто дарит Брахману белое пахало из хвоста Яка, тот чествуется в царстве Вайю десять тысяч лет. Кто мудрый жертвует зерно в драгоценности, а, извиняюсь, кто мудрый жертвует зерно и драгоценности, тот живет долгую жизнь. Оба дарующие и принимающие отправляются без сомнения на Вайкунтху. То есть, сам по себе Брахман, который принимает подношения, будучи святой душой, и тот, кто жертвует, оба они попадают на небеса. То есть, сам этот процесс благоприятен не только для человека, который жертвует, но и для того, кто принимает. Поскольку, принимая Апахало из хвоста Яка, это такая вот рукоять, с шерстью Яка, белая такая, очень чистая, прозрачная, красивая, и этим Апахалом овеваются божества. Поскольку такой Брахман будет совершать подношение или овевать божество, он таким образом также получит благословение, и это благословение также разделится еще с тем человеком, который сделал подношение этого Апахала. И таким образом все они получают благословение, и все они в следующей жизни рождаются на небесах. Лайхунтха это один из высших миров, это очень хороший мир. Так, человек, который в Бхарате постоянно повторяет имя Шри Хари, тот становится долгожителем, и смерть бежит от него. Но по сути это уровень бессмертия, смерть бежит от него, это говорит о том, что он не зависит от закона кармы. Можно сказать, что он достигает уровня просветления. Мудрый человек, который в Бхарате Варше отмечает праздник Далана, праздник, отмечаемый на 14-й день или в полнолуние месяца Бхальгуна, когда изображение Кришны качают на качелях, есть такой праздник, в последнюю четверть ночи полнолуния, тот человек достигает освобождения при жизни. То есть, такой человек, давайте еще раз зачитаем, это весьма интересно. Мудрый человек, который в Бхарате Варше отмечает праздник Далана, освобождается при жизни. Вы услышали? То есть, такой уровень благословения, который можно получить, участвуя в данном празднике, есть такой праздник качели, называется. А, у меня нет слов, друзья. Дальше читаем. Насладившись счастьем в этом мире, после кончины он отправляется в чертоги в Вишну, живет там, без сомнения, сотню манвантар. То есть, понимаете, как бы, считается, что Брахма существует довольно большое количество времени, но он, по-моему, существует на протяжении одной манвантары, на протяжении миллиона четырехсот тысяч кальп, для примера, да, но здесь же говорится, что благодаря этому благословению такой человек достигает обители Вишны, обители Нарайаны, и живет в этой обители в сотни, в тысячи раз больше, чем даже сам Брахма, то есть, одной из высших божеств. Представляете, какой уровень благословений? Если праздник отмечается во время, когда Луна находится в созвездии Уттара-Пхалгуна, то заслуга будет двойной, и он живет до конца кальпы, так, рёк, рожденный из лотоса. Рожденный из лотоса это символ Брахма. Кто в Бхарате жертвует, ну, имеется в виду, на самом деле, давайте вернемся, это термин весьма интересный, на самом деле, все божества на небесах рождаются из лотоса, и этот термин принадлежит Брахме, поскольку он был первым рожденным из лотоса, вот, и как бы это имя за ним закрепилось. Дальше. Кто в Бхарате жертвует Брахманом сезам, ну, это известно, да, это священный такой вкусный, семечки такие маленькие, они такие, у нас на булочке их часто посыпают, тот наслаждается в чертогах Шивы столько лет, сколько зернышек сезама. Казалось бы, можно там тонну сезама купить, все, простите, я сам на эмоциях. Затем, родившись из благородного лона, он живет долго и счастливо, а дарение медного сосуда приносит двойную заслугу с одеждами и украшениями, с одеждами и украшениями гетеру или красавицу жену, верную жену, кто отдает в дар Брахману в Бхарате, тот увеличается в царстве луны, пока сменяют друг друга 14 индр. Ну, здесь подразумевается отношение, в общем, украшение гетеры, красавицы жены, верную мужу. Давайте не будем эту тему поднимать, тема щекотливая. Ну, я думаю, вы поняли, да? Кто придается утехам в день и ночь с небесными куртизанками, а затем в области Гандхарва в... А, и там придается утехам день и ночь с небесными куртизанками, а затем в области Гандхарва в 10 тысяч лет во время счастливо... Все время счастливо наслаждается Сурваши. Урваши это одна из высших танцовщиц Гандхарви, по-моему, если не ошибаюсь, и она считается танцовщицей, которая доставляет очень большое удовольствие, то есть это особый дар, небесный дар, и, если не ошибаюсь, Сурваши это одна из любовниц Индры, вполне возможно, по-моему, так было описано в писаниях, видите, я уже сам, очень много терминов, очень большая культура, понять все, осознать все, это очень тяжело. После этого на тысячу рождения он обретает красавицу-жену целомудренную, отмеченную доброй участью, нежную и сладкоречивую. Человек, который преподносит Брахману сладкие плоды, сколько лет, столько этих плодов, чествуется в царстве шакры. Шакры это, по-моему, термин одной из названий бога, бога Индри. А затем родившись из благородного лона обретает превосходного сына тысячу деревьев с плодами или только плоды, кто Брахману преподнесет в дар, тот долгое время живет на небесах и возвращается в Пхарату. Смотрите, здесь еще подчеркивается, что не просто нужно попасть на небеса, но еще нужно родиться на нашей планете, но обязательно в Пхарате, поскольку в Пхарате существует очень ценное духовное знание, которое способствует развитию человека. Это очень важно. И действительно, в ведических писаниях говорится, что рождение в других странах, кроме Пхарата Варши, считается неблагоприятным. То есть, неблагоприятное рождение в России, неблагоприятное рождение в Украине, неблагоприятное рождение в Европе, Америке, только в Индии. Но, опять-таки, Индия там тоже, знаете, свои есть крайности. Давайте-ка, наверное, дорогие друзья, остановимся на этой теме и продолжим в следующем ролике. До новых встреч, спасибо. Спасибо.